Лавочки во дворе подождут с программой 50+. Примеры того, как чемпионами мира в зрелом возрасте становятся вовсе не редкость. Прийти в спорт никогда не поздно, заявляют многие. И если уж не добиться олимпийских рекордов, то здоровье точно можно укрепить. Как? Советы дает профессиональный кировский тренер Анастасия Бутылкина. Она уверена в зрелом возрасте, физические нагрузки просто необходимы. Не зря же говорят, движение – это жизнь. Поэтому чем дольше человек сохраняет физическую активность, тем крепче его здоровье, тем дольше он может вести полноценную жизнь, не ограничивать себя в движении, в прогулках. Чем выше физическая активность, тем легче им выполнять даже просто повседневные дела. И, конечно, главная установка для тех, кто только приходит заниматься по самочувствию, но постепенно люди втягиваются, и, конечно, они становятся более уверенными в себе, в своих силах и возможностях, меняется их настроение, они чаще улыбаются. В общении, опять же, у них появляется много новых знакомых. Здорово в таком возрасте. Медики утверждают, физические нагрузки в небольших дозировках значительно снижают количество сердечно-сосудистых заболеваний, повышают жизненный тонус и укрепляют иммунную систему. Главное – выбрать свой вид спорта. Можно и в карате впервые прийти, когда тебе за 50. Это прекрасно будет, да. Это замечательный толчок для человека увидеть, узнать что-то новое, а всегда же новое – это развитие какое-то, и физическое развитие, и умственное развитие. А в таком возрасте это же очень важно – нагрузить мозги, чтобы они хорошо работали и дальше. Лучше заниматься тем, что приносит удовольствие, тем, что интересно, тем, что к душе, потому что это определенный эмоциональный настрой, а от эмоционального настроя очень сильно зависит результат, причем как в детском возрасте, так и во взрослом возрасте. Когда человек занимается тем, что ему нравится, тем, что ему интересно, когда это еще и приносит удовольствие, это же двойной эффект будет. Сама Анастасия Бутылкина – действующий спортсмен, мастер спорта, тренер по карате. В группе ее наравне с молодыми мужчинами занимаются и женщины, которым уже исполнилось 50. И успех их не только в том, чтобы удачно использовать прием. Они уже одержали победу, вступив однажды на татами. Очень приятно видеть, что люди в таком возрасте находят время и, самое главное, мотивацию для того, чтобы идти в спортивный зал, заниматься. Это здорово. Про улучшение здоровья они регулярно мне рассказывают. Они в восторге от того, что они активны, что они могут выполнять то, чего даже люди, которые вроде и возрастом помладше, но они уже себе это не могут позволить в силу состояния своего здоровья и отсутствия тренированности прежде всего. А они вот такие молодцы. Это любого вида спорта касается и просто оздоровительной физкультуры. Главное – правильный подход и дозированные нагрузки. Даже к профессиональному тренеру попадая, нужно, конечно, всегда прислушиваться к своему организму, всегда прислушиваться к своему самочувствию. Ну и самое важное, если вы начали чем-то заниматься, нужно заниматься этим регулярно. Если вы будете ходить на тренировки один раз в две недели или раз в месяц, то это кроме вреда для здоровья, особенно человеку неспортивному и уже в возрасте, это ничего не принесет. Если вы начали заниматься, если вы хотите заниматься, и чтобы занятия приносили пользу, то нужно, конечно же, заниматься регулярно. И тогда любая цель будет по плечу. Одна из 70-летних учениц Анастасии Бутылкиной, например, намерена в ближайшее время сесть на шпагат. И это у нее непременно получится. О том, как осуществить свои мечты, когда тебе за 50, рассказывала Мария Кожевникова.